лаборатория публичной социологии выпустила исследование качественное исследование о том как россияне относятся к войне в украине и об этом мы поговорим с одним из авторов этого исследования владом сьюткиным здравствуйте доброе утро влад влад приветствую слушай первый вопрос мы тут говорим про социологическое исследование при этом все уже с начала войны с 24 февраля утверждают что в россии социология мертва просто невозможно невозможно проводить никакие исследования когда могут посадить на 15 лет из-за ценника или высказывания о войне как вы справлялись с этой преграды и имеет ли ценность сейчас вообще социология как направление да конечно в этой критике есть доля правды и дело не только в том что сейчас идут военные действия а в принципе социология в авторитарных режимах если иметь ввиду количественные опросы показывает те результаты которые как полагают информанты будут демонстрировать их лояльность поэтому правильно что нужно воспринимать данные с этими ограничениями мы отвечаем на вопрос можно ли доверять нашим информантом можно ли доверять нашим данным приходим к следующим ответом что наши информанты были уверены в том что их их данные конфиденциально в каких-то ситуациях анонимны мы рекрутировали их методом снежного кома то есть от знакомых от объявлений то есть все наши все наши информанты давали добровольные ответы и самое главное наши информанты всегда были проинформированы о том что они могут не отвечать на какой-то на какой-либо вопрос поэтому мы доверяем нашим данным вот этот в начале уже сказал что исследование не столько количественное сколько качественное расскажи немного сколько людей со сколькими людьми вам удалось поговорить и что это были за разговоры 15 минутная анкета или долгий двухчасовой разговор да нам удалось провести 213 интервью интервью длились от 5 минут до двух с половиной часов но в среднем 40 минут 60 минут в нашей выборке есть 49 сторонников военных действий 134 противников и 30 сомневающихся насколько это выборка может считаться репрезентативной если вы их набирали среди знакомых то может быть это какой-то информационный пузырь я бы не сказал что это информационный пузырь но выборка не репрезент не репрезентативно и мы своим исследованием не ставили цель сделать ее таковой скорее наша цель была в том чтобы показать спектр мнений действительно у нас есть например перевес в пользу людей с высшим образованием и как вы как вы слышали до противников у нас больше чем сторонников военных действий но мы им не скажем так не приписывали какую-то пропорцию поэтому мы не можем сказать что большинство россиян например против военных действий у нас у нас не было такой цели расскажи тогда немного о каких-то тенденциях которые удалось уловить в каком состоянии находятся россияне что они в целом об этом всем думают да вот хороший вопрос про состояние потому что по результатам количественных опросов можно которые показывают что большинство россиян поддерживают да мало понятно что это за поддержка или если россияне против то какое состояние тех кто против и вот самое любопытное на мой взгляд что выявили наше интервью что реакции информантов делятся на три типа отрицание захваченность и избегание войны и как вы думаете кто войну отрицает а кто и захвачен отрицают войну сторонники сторонники спецоперации а захвачены войной противники что отрицают я не очень понимаю говорят что ее нет на самом деле один из вариантов такой да мы мы также задавали вопросы про жертвы и про последствия и вот на эти вопросы сторонники спецоперации отвечают наиболее оптимистично если так можно сказать что спецоперация например не вызовет экономического коллапса да повысит повысит например автономию и и способствует росту экономики что жертвы возможно есть но вообще-то они не такие большие или жертвы во время военных действий это нормально и многие сторонники являются сторонниками именно потому что они надеялись на то что это не война спецоперация то есть краткосрочный и быстрый успех были ли те кто разочаровался то есть сначала поддерживали думаю что это краткосрочная спецоперация потом когда увидели что затянулось изменили свое мнение у нас нет информантов которые были бы сторонниками стали бы противниками но среди сторонников мы видим как минимум несколько причин быть недовольными либо ходом спецоперации либо неясностью ее целей либо либо последствиями которые которые все-таки некоторые оценивают оценивают негативно и сейчас да мы можем сказать что в связи с ситуацией на фронте да мы видим во множественных патриотических дазет телеграм каналах разочарование и даже гнев который направлен на на руководство на руководство страны и руководство спецоперации да то есть мы мы видим и и и мы можем сказать что скорее всего разочарование будет расти по мере ухудшения ситуации на фронте и затягивания действий то есть можно сказать что и среди сторонников появились противники нет так пока нельзя сказать можем сказать что растет недовольство не хайпуй пожалуйста я пытаюсь как могу не при людях вот еще какой у меня вопрос вчера член комитета госдумы по безопасности михаил шеремет высказался необходимости полной мобилизации сказал что это необходимо для победы россии в боевых действиях на территории украины там ходил вокруг слова специальная операция официальная операция и война вот спрашивали ли вы что-то у своих информантов по поводу мобилизации у сторонников войны как они отнеслись к предположу предполагаемой мобилизации да вот это тоже одна из специфик авторитарных режимов они опираются не на мобилизацию населения поскольку мобилизация опасно да и тем более если под мобилизации имеется ввиду не просто политическая мобилизация а вооружение населения да и поэтому когда мы говорим поддержка или говорим сторонники спецоперации мы имеем ввиду не людей которые готовы сейчас сорваться и поехать добровольцами на фронт мы мы говорим скорее о тех кто кто поддерживает вот это решение правительства да это решение президента или или да и идею противостояния там американскому империализму и антироссийскому натовскому блоку поэтому нельзя сказать что эти информанты отнеслись бы с воодушевлением к этой идее мобилизации да и и скорее всего да они они сами навряд ли бы навряд ли бы присоединились почему-то мне так кажется ну и с чата еще один вопрос про про то откуда берут информацию ваши информанты где люди берут информацию по спецоперации по телеку спрашивает валентина булатова но и можно я сразу раз дополню этот вопрос расширю хочется в принципе понимать портрет каждый из трех групп напрашиваемых тепло за герда против и те кто не определился возраст гендер образования род занятий да и конечно источник информации да среди сторонников спецоперации мужчин больше чем женщин среди противников мужчин и женщин равное количество среди сомневающихся больше женщин что интересно высшее образование есть у большинства информантов и это конечно это конечно важно иметь ввиду когда вы читаете наш отчет да что есть такой уклон и среди сторонников больше людей старшего возраста чем среди противников и сомневающихся что касается информации да в какой-то степени это симметрично например сторонники спецоперации считают что все средства массовой информации врут но они склонны больше доверять российским официальным источникам и они склонны даже критиковать руководство за недостаточность как бы вот пропагандистского интенсивности этой пропаганды да что информационную войну мы проигрываем как кажется да 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 и в отличие от них информанты которые являются противниками считают что правда все таки есть и есть сми которые ближе к журналистской этике и поэтому они считают что нужно лишь разобраться до делить зерна от плевел и они конечно больше доверяют так называемым оппозиционным сми и интереснее всего дело обстоит сомневающимися да это в целом люди которые в ответах на большинство вопросах вопросов говорят о своей полной полной растерянности и некомпетентности и невозможности вынести суждения и даже если они чем-то недовольны они считают что правда им неизвестно и то же самое касается например начала спецоперации мы понятия не имеем почему она началась но скорее всего есть какие-то веские причины мы можем быть недовольны социально-экономической политикой но это не перерастает в нашу политическую позицию вот да я может быть упустила по соотношению количественному самая большая группа это сомневающиеся нет не кто против точно точно да и последний вопрос пожалуй задам тут спрашивали а но спрашивали где можно посмотреть исследование в чат даже скинула ссылку на исследование можно там и почитать да спасибо большое за комментарии это был влад сиюткин один из авторов доклада и отчет социологического лаборатории публичной социологии влад спасибо большое за комментирует